Так, всех приветствую на своем канале. Наверное начну с овец. Основной сейчас их, наверное, кормим сенажом. Да? Засранится. Будет видео про сенаж. Овцы довольны, но разные. Сенаж бывает. Сейчас покажу, чё, почём и как. Сейчас покажу. Вот, у нас мамка принесла такое пополнение. Мамка молодая, первокотка. Три штуки. Сейчас подрастут маленько. Посмотрим, как она их будет откармливать. То есть, по идее, если кто-то не сосёт сиську, то это начинает в течение недели отставать. Или меньше сосёт. И получается, по нашей жалости приходится кормить самого маленького. А на самом деле, надо кормить самого большого. Ладно, всё, лирика, пойдём. Так выглядит открытый рулон сенажа. Трава луговая. Лучше всего это начинать. Запах у него такой кисловато-фруктовый. Кто видел когда-нибудь силос, это, наверное, ближе к силосу. Лучше всего готовить сенаж. Это до сена. То есть, в июне начинать, когда сочная трава, которая сама только начинает набирает молочное, то есть, такой вот спелости. Сильная. Листья прям зелёные-зелёные, тёмно-зелёные. Вот это вот небольшого размера, то есть, там 20-25 сантиметров. И отаву. Отаву тоже как бы она небольшая. И за этого этот. Вот это вот у нас получается сырой. Сырой сенаж, это когда я в течение трёх часов закатал эту траву в рулон. В рулон он получается тяжёлый, где-то 600-700 килограмм у нас пресс-класс 46-й. Он мотает где-то 250 килограмм сена, а так сенажом выходит 600-700 килограмм. Так что как-то. Как я уже говорил, мотаем 46-м в сетку сенаж. То есть, я мотал и сухой сенаж, вот как обычно, то есть, говорят, то есть, там утром скосил, в следующий день посмотрел, полусырое, 50 процентов, и как бы замотал. Я мотаю сразу. То есть, я скосил отаву в течение трёх часов, я его замотал. Получается, больше силы, тем этот сенаж, и меньше преет, и меньше портится. Потому что мы мотали и сено, всё равно, но сверху прихватывает его. Плесень, млесень, то есть, бывает и такое. Сенаж ничем не консервирую. Один год можно пробовал муравьиной, можно молочной кислоты добавлять. Это как бы для пищеварения в этом животном пойдёт. То есть, ещё и лучше им будет. Но никакой... Мы сверху рулон опрыскивали, чтобы вот этой поверхностной плесени не было. То ли мы мало опрыскивали, то ли... Но особого эффекта я не увидел. То есть, если вы хорошо замотали и никаких повреждений в рулоне нет, то и сенаж у вас прекрасно сохранится. Если будут повреждения, естественно, это всё скажется на вашем сенаже. Вот такой обмочек простой. Тося. Брал я его там за 80 тысяч. Сейчас он, я не знаю, там 100-15 тысяч. Просто мотает. Значит, плёнка 500-750, лучше всего 750. Да, ещё по плёнке хочу сказать. Не берите нашу. Любую нашу не берите. Только импорт, только импортно. Потому что наша ни хрена не тянется. Ни хрена этого клея нету, не прилипает друг к другу. То есть, в одни геморрои. Много я брал этого скотча, стрейч-плёнки, агро стрейч-плёнки нашей. Ничего хорошего с этого не получалось. Да, он бывает где-то держит, бывает не держит. Но зачем эти кроссворды играть, если вы прекрасный сенаж, то есть оттау сочную, хорошую, заматываете. То есть рулон охренительный и играть в кроссворды сохранится он или нет. Вот это какая-то, по-моему, шведская, что ли, бобина. Но осталось. Единственное, смотрите, что вот эта пластиковая втулка, она лучше, чем бумажная. Бумажная намокает, сыреет, расходится, отходит и бобин начинает проворачивать. То есть она встает и не крутится. Ну, что ещё по сенажу сказать? Ну, сейчас подойдём туда ещё попробуем поговорить. Да, на многих видео видно, как там один человек, два человека катают и утверждают, что это сенаж, что вот у нас запах. Но на самом деле это сено с чуть-чуть запахом сенажа, то есть это не сенаж. Вот это вот я считаю, да, сенаж. Ну, есть у кого какие мнения? Пишите. То есть сенаж, который 50 процентов даже влажность, рулон даже с ПРФ, а там 145, не говоря там о Волгерах и других любых импортных прессах, которые 250 килограмм мотают рулон, вдвоём не закатить, не скатить, даже не просто не прокатить. Да, у меня рулоны проваливаются сенажом, они получаются как лепёшки, но это не сенаж, это силос. Это силос, он тяжёлый. Да, в конце ролика хотел сказать, что сенаж охренительная штука, поедаемость его стопроцентная, то есть если вы всё правильно приготовите, и он будет качественный, то поедаемость его несравнима с сеном. У меня прошлую зиму буки все стояли на нём, на сенаже, только на сенаже и на сено даже не смотрели, любое сено не смотрели, только сенаж. Всё нормально проходит, никто ничего не дрищет, ничего, то есть если у вас качественный сенаж, силос, то с сеном это не сравним. Так что пробуйте, делайте. 145, 180, все наши ПРФ, я думаю, что будет проблемно замотать качественно сенаж, потому что плотность всё-таки у них не важнецкая, и я думаю, что не получится. Ну попробуйте, если новый пресс, то вполне возможно, что что-то получится. так что один раз попробую, я думаю, что вряд ли кто-то откажется от сенажа этого силоса именно в плёнке, так что вот так как-то.